Всем привет дорогие друзья! Прошу любить и жаловать первое интервью на этом канале. Надеюсь вам зайдет и кнопка подписки не будет скучать без внимания. Ну а мой первый гость это создатель трейд группы Вунте. Самая известная и надежная группа, реклама которой появляется перед нашими глазами не раз. И это наш любимый и надежный скин сайт. Не буду долго затягивать, приятного просмотра. Алло. Алло, здорово. Здорово, здорово. Как у тебя дела? В целом нормально. Как настроение? У меня все хорошо. Да, ты можешь. Потому что ты наверно сам себя слышишь через меня. Нет, не слышу. Все хорошо, все прекрасно. А, ну ты прям хуй с ним, ладно. Согласен абсолютно. Проебать вообще. Так. Так, у меня... Там нет, я сам все сделаю. Все нарваем. Не переживай насчет. Смотри. А почему тебе, мне даже интересно, почему такая идея в голову пришла? Типа просто как новая рубрика контента? Да. Просто контент. И все. Почему нет, в принципе. По играм у меня не получается. Играть я не умею. А вот какие-то познавательные такие штуки у меня... Ну, то есть разговаривать неинтереснее, чем играть и стрелять и бивать. Вот это вот. Новый дуть, короче. Понял? Да, конечно. Да, если бы... Да ладно, чё? Ну, кто знает, как время перевернется. Тоже верно. Почему нет? Ну вот. Так. У меня для тебя будет сегодня... Три вопроса. Таких самых главных. Всего три. Если шо, ну, мы с тобой будем так разговаривать. Так, вот. То есть там... Ну, я очень понял. Там, вновь вот все разговариваем. Просто пообщаемся и все. Я у Спиранского попросил пост. Думаю, ты его видел. Чтобы ребята задали тебе вопросики. И самый главный вопрос просто вывел меня из шока. Дашь сета? Нормально. Это классика. Это аудитория. Другого ожидать вообще не стоит. Это шмалы. Ну, а вдруг? Почему нет? Тупо раздачи сайтов такая происходит. Кирилл Козлов. Что сказка? Он тебе дает. Он пишет. Обсудим. Вот. Прекрасно уже. Челусы достался. Кайф. Не, на самом деле. После нашего разговора. Можно замутить какой-нибудь розыгрыш или конкурс. У меня есть один сет. Который можно, в принципе, разыграть. Почему нет? Сет осьминожки такой. Мне его чели какой-то дал. Вот. Мне вопрос задевать некуда. Я сам со скинами не бегаю. У меня один скин, который я сделал. Кастный. У тебя, помни, еще вроде очочки купал. И... Ну, с этим мы с собой определились. Отлично. Так, основной вопрос, который волнует всех. Насколько трудно было создать такую группу по трейду? И как много времени ушло на ее развитие? Ну, и слушай, честно говоря, не то, что прям сложность была. Потому что по факту ты что? Ты открываешь ВК, ты заходишь в сообщество, ты создаешь группу. И это, наверное, вся трудность, которая только может быть. Если брать какие-то сопутствующие моменты, ну, допустим, реклама, допустим, там, розыгрыши, акции, конкурсы, это все бывает. Это все приходит со временем. Типа ты начинаешь соображать, понимать, и опять же, в этом никакой трудности нет. Создать пост, условно, там, от руки, от балды написать, вот, разыгрываю там что-то, или от той же балды написать акции и так далее. Что трудность, наверное, была, знаешь, только в понимании, что когда я вот только это все создавал, я такой думал, это же мне сейчас сидеть надо, господи, отвечать всем. Я думал, что это сразу вот так быстро все будет, все как-то сложно, завязано, запутано. Но это школьные годы, мне вообще было на это уже, условно говоря, по барабану. У меня времени вот так вот палом. Поэтому, если бы кто-то интересовался, писал, я бы отвечал всем. И в целом, как и сейчас, просто это в плане времени зависит от того, занят я или нет. Ну, это так, это формальности, крайности. Если говорить прямо, ну, то вот группа, ну, опять же, для меня это не было сложностью. А пиарити, вот это, возможно, отнести к трудностям, потому что, если ты no name, ну, не все будут соглашаться. Плюс это группа по продаже скинов, то есть нет гарантии того, что ты не заскамишься и так далее. То есть не все будут согласны. Ну и, опять же, там, дело в суммах. Если ты предлагаешь чуть больше, чем обычный ценник у ютубера, ну, возможно, он согласится, потому что он увидит, как бы, деньги и такой, ну, окей, круто. Как сложно было все это усвоиться в этой сфере? И как много времени у тебя это заняло? То есть, ну, сама не шалоп. Смотри, группе уже 4 года идет 5 в плане времени даже. Ну, что это все, как бы, адаптировался, скажем так, через, наверное, пару недель. Ну, то есть я уже понял принцип работы, что тебе пишут, тебе переводят деньги, и ты отправляешь скины. То есть тут ничего такого сложного прям нет. Какие-то форс-мажорные ситуации, ну, я бы не сказал, что они были. То есть там, допустим, кто-то там не получил, у кого-то какие-то проблемы, любые вопросы можно решать. Не знаю. Так что здесь как-то тоже, знаешь, все так лояльно было максимально. То есть, а почему именно трейдинг? Слушай, вот это, кстати, интересный вопрос. Потому что я сам по себе гуманитарий, и у меня все, что связано с цифрами, оно такое, типа, не-не-не, ребят, не надо. Вообще, как это произошло? То есть, я зашел на арену, я прям помню этот момент. Я увидел чела в мификах, я думаю, открою его инвентарь, там просто тысяча страниц завалены, наверное, вообще всеми айтами. Айтами антернода? Я думаю, бля, круто. Типа вот этот юношеский, бля, прикол, когда ты хочешь дохера скину, не знаешь, зачем они тебе. Но это глупо. Есть такой. Я потом смотрю его еще ленту. Ну, у него там паблики свои, что-то в этом духе. Но это не ручел был, это поляк, по-моему. А, ну, это нормально. А че мне мешает? Вот создал, пошло-поехало. Тут, кстати, у многих ребят такие проблемы, то, что они видят скины, но не знают, как их заработать, как их получить вообще, кроме того, как купить их и все. Ну, в основном, типа, в плане денег, если ты, допустим, там, ребенок, условно говоря, который максимум деньги, какие получает, это с обедов на столовку, ну и так по мелочи, ну, блин, будет сложно, да, будет проблем. Ну, и опять же, ничего не мешает накопить, даже в такой ситуации, даже найти там подработку, кем-нибудь там листовки пораздавать, так далее. То есть, все зависит, опять же, от тебя. Да, это может звучит глупо, иду на подработку, чтобы, сука, с удовольствием. Да, да. Ну, по факту, как? Много вариантов есть, ты можешь придумать что-то свое, что-то продать там, иначе как-то заработать. Но в целом, так и получается, что если тебе нужен ставковый капитал, то ищи всеми возможными путями деньги. Ну, оно только получается, что ребята хотят что-то сделать, но в конце концов, все это склоняюсь к тому, что, блин, сейчас лень, давай-ка завтра начну. И у ребят просто нет мотивации все это делать. Поэтому вот так вот и получается, что группы по трейду, они живут всегда. Просто еще понимаешь, какой нюанс. Сейчас, вот допустим, если открывать группу по трейду, ну, это формально говоря, будет сложнее в том, плане, что ты начнешь окупаться через какое-то время. И, в принципе, заработок не будет такой интенсивный, как ты, допустим, ожидаешь. Потому что, ну, рынок, как бы, грубо говоря, в жопе. Почему это все связано с активом? Потому что играют только старички. То есть особо новых игроков нет. Это сложность свою вызывает. Как правильно, олд-игроки, ну, там, за исключением особо там эти и скины не нужны. Кто-то чисто вот трейдится на мификах. Потому что у меня же опять, у меня не именно трейд, у меня больше реселл. Для меня в плане времени выгоднее намного продать, чем ежели, допустим, постоянно с кем-то обмениваться, выходить в плюс, в плюс, в плюс, в плюс, и потом фиксировать вот это и продавать. То есть это в плане времени для меня долг. То есть есть те, кто этим занимаются, ты это прекрасно, я думаю, знаешь. Просто обмениваются мифами, мифами, там, премками и так далее. То есть собирают себе охеренно дорогой, богатый инвентарь. Но и возникает потом с этого опять другая сложность. Мифики продать намного сложнее, чем вот те же премки. Ну, чувствуешь разницу, пять тысяч один скин, либо за сто рублей и условно пять премок. Ну, тут так все очевидно. Ну, тут да, согласен. Все-таки неустойчивый у нас рынок. Сейчас, особенно в нашей ситуации, которая приключилась с нами недавно. И, в принципе, затронула абсолютно весь стим. Особенно с тем, что пополнить баланс сейчас очень сложно. Но все-таки возможно. Кто-то вообще не спорю. Тут санкции, считай. У меня кто писал? У меня Украина писала, покупала скины, белорусы. То есть, короче, вот плюс-минус страны СНГ, они условно сейчас проблемы у них. Как бы им продать это только если обмениваться вот в таком случае. Либо как-то через баланс стима. Ну, блин. Для меня это уже просто резона нет делать. И, в принципе, нет резона таким заниматься, когда это, допустим, там на 100-200 рублей, это ни о чем. То есть, да, поначалу я там радовался каждой копейки, когда вот у меня вот только купили скин за 25 рублей. Я так и сижу, да, сука, бабки. Богатик. Такой из-за довольный и радостный, нах... Что-то нет. Что-то не то. Как бы, блядь, прибыль есть, но ее мало. Это можно сравниться покупкой рекламы начального такого блогера, который только что начал канал, такой, о, 200 рублей. Я все, блядь, я буду миллионером, богатым буду. Сейчас попрут еще заказан рекламу. Ой, все, богат. Кстати, вот насчет рекламы еще скажу, может, мало ли кто заинтересуется потом. Скажу сразу, посты в пабликах покупать это максимально невыгодное, что можно придумать. Вот просто пост. Типа, ты попросил, чтобы выложили, типа, вот, ребят, есть магазинчик, заходите покупать. Ну, поняли, о чем я. Это максимально невыгодно, в том плане, что, как правило, с этого вообще никакие, никакого трафика не перегоняется. То есть, переходов минимально, даже если нажмет, может просто посмотреть и выйти. Там единица, ну, вот, допустим, из тысячи просмотров, если брать, если столько наберется, в лучшем случае, если там человек 20 перейдет, это вообще будет отлично. А так, нет. Поэтому, выгоднее всего будет брать на ютубе, желательно, стримы, как преролл, либо, брать прям полное видеорекламное. Ну, что-то такое. Если же, допустим, брать те же группы, то лучше розыгрыш, тогда, потому что, там, хотя бы, условий, ты можешь поставить подписку, и у тебя, хотя бы, если не покупателен, подписчики будут точно. Ну, я помню, я так с помощью тебя и поднимался. 400 подписчиков на данный момент. Но, что, ребятки, кислые. Потому что, писать один раз, такие, опа, все, забыли. Но, это уже со временем. Огонь. Это можно, на самом деле, сравнить с прероллом, то есть, ты покупаешь преролл, люди такие, видят, реклама, опять, фу, промотаю. Ну, да, но, забивают. На ютубе как-то это, я не знаю, почему там оттуда трафик идет намного лучше. И с учетом того, что это антернет, это, в принципе, не особо популярная тематика. Но, трафик перегоняется лучше. Ну, я просто из своих уже, из своего опыта выводы делаю. Ну, не знаю, у меня прероллы почему-то не заходили особо. И, всегда, ребята такие, проматывали, и нормально. Ну, просто, видят то, что реклама уже надоедливая и раздражает. А когда тупо чел покупает, когда чел тупо покупает по 10 прероллов в каждом видео, то у него трафика будет гораздо больше. Ну, да. Я могу привести примеры этот с Клоуд, вроде. Клауд называется сервер. Он раньше у Рика очень хорошо так пиарился. Я тупо каждый раз, когда не зайду на его канал, посмотрю тупо ролик один начало именно. Всегда Клауд, 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 это тупо анимешная вот эта вот хрень с ПВП все, там ничего интересного нету, но все равно ребята там заходят, играют, потому что тупо видят рекламу каждый раз и такие в принципе ну можно зайти попробовать, может серый такой реально этот классный потому что просто эти серверы зависит от того, что ты рекламишь ну то есть на сервера типа да логично будут что-то будут чаще заходить потому что ну альтерно там же поиграют они только трейдятся поэтому может просто кому-то это не надо ну в целом я про продажу скинул то есть в большинстве случаев да так и есть реклама серверов она как-то ну более заходит но это логично ну мне кажется в этом плане лучше везде светиться насчет пиара везде просто брать посты всякие чем чаще просачивал видеть твою рекламу рекламу твоего сервера тем больше он заинтересовывает первый раз увидел промотал второй раз промотал третий раз посмотрел тщательно посмотрел подсчитал зашел в группу чекнул чего там да как но все равно забил и уже постом он уже начнет интересоваться и там уже будет интерес то есть он дойдет там поиграет пару дней и выйдет все вспоминаю с этот сройзом рекламу когда она просто у всех была о нет монетизация это вырежем до сюда просто нагнули плюс рекламу а деньги мне где жду перевод на карте обязательно вырежу конечно мне если не будет лень то вы но мне по любому будет лень то что посрать что там еще что-то есть задавали сколько средств понадобилось чтобы создать трейд сообщества пока именно срез целом немного типа создать сообщество это 0 рублей именно тут больше вложения сейчас будут говорится про то что я потратил на скины но смотри первый мой инвентарь он был куплен вообще наверное вот еще тогда на тот момент существовал такой сайт битскинс но он сейчас есть просто там была категория антерна то есть там была торговая площадка для антерна сейчас они это дело закрыли по непонятным причинам и все и по моему из сайтов остался steam брокер но туда я вообще не знаю я не захожу не смотрю потому что он тоже такой мертвый в этом плане там даже если кто-то что-то выставляет либо за бешеные деньги дороже бывает на самом стиме ну и так далее поэтому все мои первоначальные скины они были наверно с покупки стима то есть я первое дело работал себе минус но я бы их никак не купил условно говоря даже сейчас если бы я взял за сколько там премка 62 60 рублей я бы никак не продал за эту же цену ну то есть если отталкиваться от этого поэтому из вложений можно сказать вот мой инвентарь на тот момент это сколько наверно страниц 15 там всяких премок были какие-то дешманские мифики помню по типу вот этот holiday spirit которые еще ну и в целом да потом как уже смотрю что я вот этот все продал мне же нужен новый инвентарь скажем так новые поставки скинов начинаю искать схожие группы где можно купить смотрю цены считаю там насколько я выйду в плюс и так далее ну и вот так вот плюс беседы много есть бесед по трейду и так далее но не прям так дофига но самые такие main есть там вот сидят постоянно продают скупают вот я тоже там этой этой фигней занимался самому тот момент вообще была одна наверно только беседа где я сидел интернет комьюнити называл и вот там вот налоги чего в которой чё-то сливали это было ясненько и сколько времени у тебя ушло на то чтобы добиться хочу вот какого-то заработка вот это да смотри тут сильно такой интересный что это произошло как-то в моменте когда у меня конкретно вот вырос прирост то есть это произошло просто так тут сыграло очень много факторов что мне постоянно писали челы которые сливали свои инвентарии причем не инвентаре где там 1 5 страница 10 20 30 и таких чего попутно было 10 то есть условно говоря я это все купил у меня инвентарь просто бешеный там начиная от ширпа и заканчивая мифами было вообще все и получается просто свезло наверно на то что в этот момент у меня рекламка была по моему блин ладно короче не буду говорить у кого ну что не вспомню и вот путем этой рекламы начали писать челы типа интересоваться скупать и это все просто вот в такой оборот выросло что ну типа ты реально я потом киви кошелек открываю и смотрю у меня просто где-то тысяч 3040 чисто от продаж это за месяц я такой ебать да ладно и вот с этого дела поперло 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 я же еще попутно копил типа все эти средства ну и вот там где-то условно говоря блин ну вот так по месячной если посчитать где-то прыгала у меня от пяти тысяч 120 были пики когда я тебе говорю вот там за 30 за 40 выходила но это овер редко для этого прям трафик нужен бешеный и тайминг хороший славить чтоб тебе челы писали попутно желательно пока да типа там пишет ты один авентарь продал тебе в этот же день написал другой но это опять же блин просто свезло можно так сказать из вот с этого как раз таки репутацию бешеную зарабатывать начал потому что там отзывы практически о каждой сделке были хотя если так подумать ну сделок я не знаю там за 5к переваливает точно если бы сейчас все оставили отзывы там бы суждение уже не знаю новым пришлось сделать топик с отзывами просто есть там же есть лимит по сообщениям насколько знаю время вот так вот в каком плане лимит смысле ну по-моему блин это вообще просто чё-то от пизды сказал короче ну типа в обсуждениях по моему много нельзя комментариев писать насколько я знаю там есть какие-то ограничения по моему если это группа но там по моему бесконечно если это именно вот там же две категории есть группа и есть типа как паблик делаешь вот в паблике по моему есть лимит то что там допустим ты добиваешь тысячи допустим комментариев под постом и больше там пока ну сам пока не дает писать но я не знаю насколько это правда я просто видел что типа ночевые ну и открывал паблик именно обсуждение заходил и просто там типа уже возможность комментировать ограничено либо это он закрыл либо этого к вот так вот думаешь ли ты развиваться куда-то в большую сферу я либо менять к криптой и к сочкой да я это уже наверно как годик делаю потому что анта для меня сейчас на текущий момент то есть человек который окончил универ как бы работает у меня уже другие приоритеты этому для меня заработок он сум ты он уже ну практически такой не ощущаемый он приятный в любом случае за месяц там допустим лутаешь ту же десятку и так далее это все равно деньги они как бы мало не бывает скажем так но и много тоже бесконечность не предел ну как правило все хотят создать группу пока там по трейдингу там продавать свои условия какие-то еще и думаю что всегда будет миллионы лутать и никогда не заглохнет то есть питает ложные надежды на это в этом-то мне кажется и проблема то что ты думаешь об этом когда ты голове себе строишь что вот ебать я разбогатею ты будешь делать абсолютно все чтобы это получалось вот до тех пор пока у тебя мотивация не пропадет это просто везде так когда ты вот даже отчасти ты немножечко самоуверенный скажем так когда-то вот такой вот именно подвешенный типа заряженный намного все легче делается намного все проще у тебя нет каких-то сомнений что вот блять что-то там не получится тебе эпоху у тебя голова забита вот одним ты сейчас ты здесь и я утебашь это даже прикольно потому что когда ты вот какой-то ватный скажем так все получается не очень так как ты хочешь есть такое но все равно зачастую все это склоняется к тому что лень завтра дачу напоминал уже и черрики только уже сдуваются и такие да ну нафиг это у меня не получится я говорю много фактор банально от того что просто что-то не понравилось либо продажи не идут либо не доверяют и так далее весь такой ловишь типа тильт кое чем не делать как вступать ну этого уже примеров достаточно и зачастую ребятки до сих пор работают до сих пор у них все хорошо и замечательно и прибыль идет по высоте то есть ребята которые скамят они больше зарабатывают и все равно им почему-то их не вычеркивают из списка доверенно блин не то что из списка потому что мамонты всегда есть и как бы найти человека который тебя никогда не слышал плюс если у тебя профиль ну так сказать фейк отзывами напичкан то возможно просто лоханется и пойдет на доверие а тут даже больше знаешь наверно не то что не вычеркивают из списка доверенных а то что это просто в россии это не запрещено и ну то есть в китае за скам там прямо тюрьма то есть до свидания а здесь же всем просто по барабану на это вот и все ну типа есть камеры и пускам будут я аж не поведусь на это да ну и плюс да типа это как бы лоу банк скажем так чё там 500 тысяч рублей ну за скамил за скамил для кого-то это деньги возможно последние для кого-то нет для кого-то вот еще один заработок ну ребята которые покупают скины или какие-то услуги на последние деньги они не очень умные будут лучше всегда иметь какой-то капитал то есть накопление и как-то свой кошелек контролирует то есть должно быть расписано сегодня на это вот когда я только в это все дело открыл я спускал все общины скины то есть у меня там тысячи рублей на карте я на эту тысячу закупаюсь и потом у меня было именно у меня больше мотивации просто было я понимал что мне нужно заработать не нужно купить вложение я вот прям продавал 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 искал кому продать и так далее то есть я не ждал что мне напишут и кто-то заинтересуется то есть ты проявлял какую-то активность для того чтобы достичь особенно когда вот ты только и создал ешь по-моему даже говорил когда вот только создал тебе надо вот именно не надеяться на то что вот ты создал паблик и тебе сразу все будут писать нет откуда то есть аудитории нет репутации нет тебя никто не знает соответственно тебе на первое время это индивидуально у всех нужно будет до искать людей кому можно будет продать да и в принципе как и в любом другом бизнесе то есть когда ты что-то допустим создаешь ну допустим условно открываешь там магазин чего-либо тебе же нужно скажем так сначала найти рекламу репутацию то есть как-то искать клиентскую базу себе подбирать отдельно по предпочтениям здесь это все проще просто скин есть деньги есть красава забирай в другую тему вариант углубляться и по и так далее просто для примера говорю что везде это так работает помню в тик токе что там этот был один сел который насчет ип размышлял такой вы можете бесплатно получить 200 к от государства форме фп и что-то вы сейчас делаю все такие ржать просто счет комменты там просто каждый ржет ты какой-то дебил все делаешь мне может и есть какие-то схемы мне просто не интересно потом чел такой не хочу и потом такой тупо человек не получается куда тыкать как в суд подать на заявки на адвокатов при циферке с номера карты и ваше заявление отправиться на прямую прокуратуру вообще этот вариант обмана сам уже древний при мамонтах еще бы отправьте номер карты и вы получите 200 рублей на баланс всего лишь танцевой древней массу к я до работы берем что даже сейчас есть такие кто ведется на это ну как правило дураки не вымирают мамонт не выберем не выберет или наоборот так хорошо я снега от тебя нет никаких вопросов да я даже не знаю что можно еще сказать в принципе ну все самое основное мы с тобой разобрали ты можешь сказать чисто от себя ребятам такие советы дать какие-нибудь классные тесно как-никак владеешь группы уже четыре года и должен уже хоть чем-то в чем-то смысле такой уже на высшем уровне мыслю прям я бы даже сказал именно в анте ну смотри если прям по советам то есть если кто-то прям заинтересуется то могу сказать одно это вот не нужно быть каким-то слишком блять как бы это сказать так правильно жестким или как слово подобрать не могу в том плане при продажах то есть допустим если ты осознаешь что тебе нужно что-то продать и так далее то есть не нужно включать там допустим типа ой блять меня твои 25 рублей не устраивают вот я за 20 куплю бб то есть вот таким вот пафосным не надо быть когда ведешь в принципе трейдинг бизнес да без разницы нужно быть лояльно это вот просто совет то есть нужно как бы понимать запросы твоего покупателя и в принципе находить какие-то компромиссы возможно там делать поблажки уступать и так далее то есть это всегда приветствуется это как минимум сыграет на том что ты в любом случае получишь деньги и еще заработать себе репутацию причем не хуйную то есть человек остается станется доволен для себя сделает выводы что вот типа в случае чего на него можно положиться и так далее то есть это приятно еще из советов не делайте прям очень частую рекламу там не навязывайтесь и так далее и плюс это не очень хорошо скажется в принципе на твоем банке потому что реклама это не бесплатная но если у тебя нет там друзей знакомых охуенных которые тебе в топовых проектах кинут рекламу но все равно то есть особая навязка она иногда прям вот как ты говорил надоедает она везде 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 и типа ну блять нет у людей как правило складывается плохое мнение что это слишком навязанно она нужна но в меру она безусловно нужно я бы сказал потому что но без нее как бы новых людей быстрее эффективнее всего новых людей загнать получится только рекламой вот соответственно нужно уметь ее как бы делать в том плане что она не должна быть слишком часто и не должна быть очень редкой что допустим ты там раз полгода себе даешь знать типа нет ну как минимум раз в две недельки так раз в неделю это скажешь комит рекламу и меня зашли можно то есть если это стримы условно блин как чел стримит словно говоря ну вот у меня больше всего стримов наверное у димы было вот было время когда он там вообще чуть ли не через день рекламе но что-то вот похоже было это я прям помню ну рекламу на стримах именно трейд сообщества или какой-нибудь просто группы это зачастую просто розыгрыша из рекламы вот кстати еще уже говорил но это эффективнее всего это вот на ю тубе стримы сами сами видеоролики ну и розыгрыша розыгрыша прямо но не самые такие жесткие я тоже проверялся шкури заходят эффективнее всего то есть из всех возможных вариантов это самое такое эффективное что еще можно сказать заводите сразу несколько аккаунтов полностью подтвержденных чтобы на них не было никаких трейд банов и так далее желательно где-то два-три аккаунта минимум иметь потому что всякое бывает не знаешь что приключиться потому что возможно твой основной аккаунтом будет в трейдбане вот будешь использовать резервный на нем тоже советую хранить скины и так далее чтобы в случае чего вот если допустим какая-то ситуация произойдет тогда ты не был простой вот у меня аккаунт трейдбане придется ждать я потому что сам с этим сталкивался но неприятно и как много ты уже успел потерять с этим блокировками заблокировали вообще мне разок прилетала кт красная табличка это блокировка в системе обмена но первое это просто предупреждение чтобы ты не сделал ее всегда сниму вот вторая там уже без всякого уведомления без описание причины тебе просто блокирует аккаунт и ты можешь забыть про него потому что потом в дальнейшем чтобы ты не делал тебе его не сниму когда ну сейчас ребята тупо начнут снимать роль как снять вакбан и все такое да они уже есть на есть нормально сегодня красную табличку получить сложновато я не видел это я ее получил когда по моему баланс покупал баланс не пополнял как-то делают то есть скин выставляют на торговую площадку за какую-то сумму ты покупаешь или он ее покупает ну соответственно ты ему под какой-то процент скидываешь деньги на реал он тебе там допустим вставляет скин или покупает твой скин зависимости от того что ты делаешь продаешь баланс или покупаешь соответственно ты так просто больше себя получаешь денег на стиль у меня классика но steam это запрещает поэтому он блокирует если видит такую хрень то есть чем уже изначально против этих ваших тренд групп вот это все да политика стима она основана на том что он в принципе не хочет чтобы на нем зарабатывал кто-то вот так далее то есть все возможные сайты и так далее но он как бы не имеет к этому особого отношения и условно говоря ничего с этим сделать не может потому что максимум что он может сделать это обрубить всю торговую площадку тогда блин тогда какой смысл это делать половина прибыли до свидания должны на больше чем половин потому что основной же заработок этого только игры донат на какие-то там плюшки и так далее но и вот торговая площадка я снимка ну что могу сказать все-таки трейдинг это не для меня я в этом полностью 0 я умру там меня съедят другим ребятам можно попробовать почему нет зря так думаешь мне просто у меня были чтобы понять да возможно это действительно не твое у меня были попытки то стать не попытки а мысли тогда этот что-то сделать такое связанное с каналом второстепенную тематику то есть например создание модели вот это все задание моду вот например антоха же фан знаешь вот у него youtube канал вообще то есть он особо не запаривается у него как бы с ютуба постоянно трафик есть и вот он попутно открыл себе магазин скинул так что считай аудитория есть постоянно пишут и так далее ну не знаю как по мне там таки уже доносит вернулись еще разок как по мне от антохи уже мне кажется все отвернулись после рекламы next rp не знаю здесь я судить не буду я знаю что у него магазин есть и он работает я даже сам продавал на скины да даже недавно то есть все таки сотрудничаете еще с другими группами и как-то вы связываетесь или вопрос конкуренты конечно без этого никак то есть ну условно смотри у меня просто еще такая система вот кстати так еще как один совет пойдет есть челики которые просто не понимают немного но я сейчас постараюсь объяснить чтоб стало понятно смотри вот допустим у тебя есть какой-то начальный банк ты условно 500 рублей ты на этих 500 рублей ну допустим не знаю примок 40 купил условно говоря и потом еще попутно после этого вложения ты их еще до конца не продал и ты еще сделал один закуп и вот с того закупа ты отбил допустим свое первое вложение и потом они у тебя лежат просто вот этот первый твой закуп типа лежит лежит ты и продаешь за ту же цену особо брать не хотят и ты такой блин ну я не хочу сливать за дешевле типа ну нафиг а вот из этой серии просто чел не понимает что он уже отбил вот эти свои первые вложения вот эти свои 500 рублей и я не у него лежат то есть он видит что их особо не берут и при этом когда поступает возможность давай у тебя оптом там заберу остатки там допустим по 15 рублей за примку я лучше в розничку продам пусть они у меня еще год лежат и так далее это я про то что вот допустим как правило группы же не скупают дешевле для в принципе как и я просто когда именно вот поступает предложение вот скупки чего и почему-то такие не я продам розничку то есть смотри ты уже условно отбил свои вложения ты еще сверху получишь деньги тебе уже полно говоря без разницы за сколько ты их подать потому что ты их уже отбил типа да круче было бы если ты их все продал по своей розничной цене но тебе же еще и на время нужно работать об этом тоже не стоит забывать поэтому вот эти взял скины которые у тебя остались и продал там условно по 15 рублей ты и так уже отбил плюс сверху там что-то получил зависимости от того сколько у тебя примок осталось или сколько тебе дали за штуку и так далее то есть имейте ввиду что если у вас вот такие есть застой то лучше делать так но это с учетом того что вы получите сверху еще то есть даже если там допустим не до конца отбили это все равно можно сделать будет допустим там от этих вложений там рублей 100 осталось не отбитых денег ну продай их там нет не знаю вот опять же по 15 рублей если это количеством выйдет больше 100 рублей тех оставшихся то все ты считай в плюсе уже в любом случае как бы ты не хотел ну в принципе очень даже интересная тема трейдинга но мне есть очень много по сказать уязвимости то есть подводных камней то есть нужно знать все все вот эти вот нюансы как она делается как правильнее здесь пить как правильнее вот это сделать что нужно делать для того чтобы раскрутиться как грамотно это сделать и зачастую проблемы и ребята вот что-то унывают лет на самом деле можно попробовать каждый массовой группу века по трейдингу прости за конкуренции в начале бы только мешало сейчас я честно даже рад буду хоть какая-то популяризация ну трейдов на самом деле очень мало и основном все идут игра непопулярная вот и все это этим и обоснованно рынок особо конкурентами из крупных максимум что могу так чисто я с отталкиваться от себя самый крупный групп ну если чел загорится он и в америку за и полихие чего нет главное желание трейдами можно вообще спокойно на и у рынок выходить и так далее вот на него рынок кстати будет интереснее там народу побольше играет там в основном трейды потому что типа с рашки будут проблемы с переводами и так далее плюс ты закончен на и у рынок и ты там можно сказать но он и вот так вот по как по мне будет интересно подняться то есть вот этот момент когда ты сейчас никто потом уже у тебя будет все что ты просто хотел вот этот вот и есть азарт то есть ты не знаешь никогда что будет завтра что будет через два часа и потом уже когда происходит вообще то чего ты не ожидал это как по мне это очень даже интересно твоей жизни готовится к неизвестному и ты уже понимаешь дальше что там да как может произойти и всякий у тебя новый вариант появится в принципе надо просто больше уделять времени самому любому любимому делу не зацикливаться иногда делать перерывы чисто повязал отдохнул немножечко и все то есть не надо по 10 часов в день и херачи там чего искать связываться и просто просто сидеть немножко денек перерыва например чтоб не перегореть потом потому что как скорой как тебе это надо то есть условно говоря если ты хочешь зарабатывать иди по 10 часов в день если ты знаешь что ты не выберешь то почему нет но вот это вот и самая большая проблема выгорания то есть если чел потратил какое-то время на одну штуку и потом ее просрал него просто нет мотивации идти дальше это уже все это жесть самое главное это просто не свои ошибки потом уже идти дальше перегорание это самая просто большая проблема в мире то есть если здесь возможность ты хочешь что все если у тебя нет уже желание то все потеряно то есть все твои мечты на красивое будущее потеряны я даже не знаю были у меня такие моменты потому что сильно не помню просто помню что были застои но это опять же в плане времени потому что я просто не успевал и так далее ну я не знаю я как-то всегда относился как-то сказать не особо напряжено в том плане что я не сидел там очень люто вот как ты говоришь по 10 часов в день и так далее то есть у меня не было такого он как бы шел ты пассив заработок и шел может поначалу было что я прям вот очень много сидел там искал человек и так далее а так в целом ну нет то есть не скажу что я прям очень много у сердца усердствовал где мой язык нахуй условно говоря вообще прям пассив был полный ну мне очень на самом деле нравится у тебя группе то что ты общаешься с ребятами наравне то есть не неофициально вот это вот здравствуйте хочу вам советовать вот это вот типа здорово и блан вот держи валясь сюда это интересно как-то и пока я просто понимаю что большинство комьюнити тоже в основном дети до 16 лет ну плюс минус выше до согласен ниже так что в целом для них какой-то официальный разговор не есть исключение но блин в основном тогда дайте блин это же вообще все индивидуально просто но если тебе нравится официально общаться общайся условно говоря ты же как бы покупатель понимает что он туда идет с целью не просто попиздеть с тобой а купить и все и без разницы в какой-то форме будет пусть там здравствуйте и так далее либо вот как ты говоришь о еблан здорово но это уже слишком жесткий пример привел но не имею ввиду то что общаясь с ребятами открыто то есть тупо по душам свободный стиль общения ну вот мне кажется он именно и притягивает ребят то есть стиль общения стиле постов то что вот ребят что есть такой держит блин я прям так особо группой не занимаюсь да есть возможно возможность твою мать есть возможность что-то скупить покупаю также выставляю информацию завозах делаю то есть кто-то пишет потому что сейчас я особо не занимаюсь от именно поиском потому что уже как бы аудитория свои есть есть те кому постоянно нужны скины есть там попутно мимолетные там это как разноходы я их называю просто за раз в год пишут типа там одну премку берут и все и через год такая же финанса это типа барабан просто я к тому что есть человек который тебе постоянно напишут то есть ты знаешь что вот в любом случае ты там допустим завод сделал у тебя как минимум половину заберут то есть вот так что сейчас когда особо нет такого что я вот там сижу бля надо в прибыль выйти сука тогда сроки горят надо срочно поначалу было сейчас нет сейчас вообще нет ну знаешь бесконечность не предел чем больше тем лучше наоборот не надо складываться на фунт одном числе допустим те же самые 2000 у тебя сейчас есть она может быть и 4 то есть чем плохо что конечно можно на самом сделать какую-то новостную такую штуку как вон ты но мне кажется это ниша уже донята как и принципе ниша трейдинг в принципе план терна не хожу не чек что там происходит меняется потому что ну блин все пока устраившиеся все настолько стабильно старая что ужас типа даже если что-то новое делать это очень сложно но не особо взлетает даже по тем же серверам но это вот просто классика модель полу ванила ванила ничего нового ничего интересного ладно еще stalker антарков это на самом деле самая болезненная тема то что ребята просто не замечают полу живые так сказать но отличные проекты которые встречают недавно но они прямо прекрасны вот и все просто не знаю нет интерес возможно компы настолько слабые что они не тянут вот эти хуёва трендер иные моды не в том-то и дело что есть отличный сервера но реклама для них как правило дороже намного потому что не всегда не доделан до конца замечал на расти что играют как-то почаще просто я именно когда список серверов там вижу ну какие там есть fox 1 типа там онлайн нихуёвый что-то еще по-моему было какой-то один из самых первых проектов экран тура я гранду на самом деле тоже неплохо у него тоже онлайн ну вот типа такая история что заходит людям тарков тарков играют но не прям так жестко может я ошибаюсь конечно ну тарков мне кажется странная на самом деле тематика не знаю просто мне она не особо близко я не играл в эту вселенную и не понимаю что там да как сделать то же самое что есть раз там зашел тупо в раз ты мне там бубену давали за пару минут я вышел не на было весело максимум захожу на полу ванилы ванилы все моды я прям вообще не рассматриваю не люблю не знаю мне больше ваниль за классика себя прекрасно все данную можно заканчивать спасибо что предоставил время гибать натуре час пропиздили да уже целый час прошел ну короче тогда давай на skin сайт подписку там и так далее обязательно ссылка на группу в описании даже так ладно все тогда жду короче челов буду скамить по жесткому здесь вас не обманут спасибо было приятно проебать время давай удачи счастья здоровья как правильно подожди шалован до подписку короче кто не подпишется скидки делать не буду даже такой как приятно как неожиданно приятно все давай счастья здоровья надеюсь что увидимся свяжемся пока пока ну а на этом у меня все спасибо владу за уделено время надеюсь вам было интересно и вы подпишитесь на канал давать это объем 200 подписчиков и будем идти дальше пишите с кем еще можно писать интервью и ваши вопросы также напоминаю что насладом проходит розыгрыш на парочку сетов но и ссылка на мою группу и группу скинсайда в описании подписываемся и наблюдаем спасибо за просмотр счастья здоровья и запомните это еще не конец кстати